Все, видно? Да. Так, а меня? Ага. Видно, видно. Ага. Слышно? Да, и слышно. Все. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу, слава! Инат Тихонович, вам сообщение, которое было прислано, не вам было адресовано? Да ничего, ничего. Это беспроигрышно, когда так говорят. Или ты сознаешься, что грешный. Это, как говорится, воробья за спиной держать. Вот один говорит, вот отгадаете, он живой или не живой? Тогда я в Бога поверю. Если скажет живой, он ему голову оторвет и покажет, что голова оторвана. А если не живой, он выпустит, полетит. Так и здесь. Кайся, в шкафу там что-то лежит. Это не ко мне, но я знаю, как это делается. Когда, ну, просто игра идет. Как он у баптистов, задают вопрос. А когда Христос на одной ноге стоял? Во-первых, бесстыдно, бессовестно. И бесцеремонно. А где он находится? А когда на осла садился, он на одной сочал, а потом ногу поднял на него. Это уровень развития. Это вот, да, это пустословие просто. Это пустословие кощунство называется. Так. Ну, давайте, Гнатис. А расскажи немножко, как и что было, какой порядок-то был, как вышло на этого вальтера. А, ну, мы с вами сколько уже не общались? Я уже даже, наверное, больше двух лет, да? А нет, наверное, полтора года где-то. Давно. Это адвентирство седьмого дня. Все что-то. Я не знаю, я не знаю, кто они. Знаете, Игнат Игоревич, я просто у каждого своя история. Вот мы, вот смотри как, вот с восьми лет я в православии. Ходила, то есть, каждое воскресенье, то есть, как положено, ну, так вот, по православному. Но мне вот это не хватало, и потом вот это началось изучение. Осипов пошел лет 17-18, потом Данил Сысоев, Дмитрий Смирнов, Олег Стеняев. Но все равно чего-то, вот все равно продолжался вот этот поиск, и потом Господь вас послал. И вот на вас я очень долго застряла. Ну, как вы говорите, то есть, послать на вашем поле долго очень. Почему? Потому что вот благодаря вам Господь открылся, открыл именно вот этот путь спасения. Что мне говорили в православии, там, где я была, сколько лет, вот с восьми лет ходила. И когда с вами познакомилась, сколько мне уж не помню, там было 24 года, по-моему, 25. Вот не помню точно. Но Господь вот через вас открылся, что спасение только через Иисуса Христа. И что жить нужно по Святой Библии. Вот за это вам благодарность. То есть я, вот, вас кто там ругает, не ругает, там, и так люди между собой там пытаются все время что-то выяснять. Мое все равно в сердце к вам благодарно вот за то, что вот за это. Вот это прежде всего самое главное. Ну, а дальше, как в этом направлении двигаться? Ну, хорошо, если Господь Иисус, через Него только спасение, то начинаешь думать, вот об этом фокусируешься и смотришь то, что есть в православии, в том вот виде, в котором оно есть на современный день или было исторически. И то, что написано в Священном Писании, вот это вот смотришь и вообще не понимаешь, а что происходит, почему. Потом вот вы много очень обличали священников, вот это вот все происходило. И вот это вот такое вот, сами знаете, да, вот эту вашу историю. И все равно вы говорили, что уходите в храм и так далее. И вот у нас дальше, вы знаете, что в семье произошло, то есть с мужем мы развелись. И когда вот ты начинаешь думать, а почему, да, вот это все произошло, вот всегда надо смотреть вот эти вопросы на трех уровнях, то есть на физическом, душевном и духовном. То есть физическо-душевное, это неинтересно обсуждать, потому что это у каждого человека индивидуально. А вот душевное, как раз-таки, вот сейчас уже больше видно во времени, почему произошло, потому что столкнулась религия и вера. Вот это вот, и может быть, об этом мы с нами поговорим попозже. И что дальше произошло? То есть, когда произошел развод, ну вы знаете, там это из-за соседей, но это все бытовое. Если настоящие христиане никогда не разводятся из-за каких-то соседей, то есть это очень глубокие уровни, значит, задействованы. Тем более, если у нас, как по-православному, все венчанный брак, все вот это, понимаете, да. И если где-то ошибки были, было покаяние, но примирения, как такового, не было. И вот, когда семья рушилась наша, я вот, там многие пытались вас обвинить, вот вы вмешались. Вот есть такие люди, которые говорят, я говорю, стоп, если человек, вот я, например, стремлюсь к Иисусу, он стремится к Господу, да, никто не может разорвать, ни семью, нет. Это сам каждый человек где-то делает ошибки, не надо обвинять других людей, никто здесь не может. Это кто-то вот лукавый стоит за этим всем, нужно вот его рассмотреть. Вот это все, что он не так, что, где, кто, какие грехи делает. И я не могла понять, вот смотрите, мы оба православные, у него семья воцерковленная, как вот говорят, да, модно эти по-православному, он говорит. У него брат сейчас уже священник в 22 года, ну, вы понимаете, да. И у нас множество знакомых священников, диаконов. Когда рушилась семья, обращалась за помощью к священникам православным, диаконам. Я говорю, ну, помогите, вот такая с соседями ситуация. Вот, и знаете, что получилось, что не то, что помогли, не помогли, а наоборот, еще хуже делать начали, топить, блокировать. Вообще, я так смотрю, говорю, это что такое, это православные, это христиане, которые там служат, это которые будущие священники блокируют. Собственному брату его семье не могут помочь, а где-то исповедуют уже в 22 года. Вот, это вообще, потом, вот, семья, например, с его стороны, которого верующая, да, вообще себя называют. Ни одного звонка, вот они будут это слушать. Еще раз говорю, с вашей стороны не было ни одного звонка, который бы позвонили, выяснили, Юля, что случилось, как примирить, как вам помочь. Понимаете, как вот, чисто вот по-человечески обидно. И они называют себя христианами, верующими, с куличами, с яйцами ходят, вот это все освящают. Сын у них священник, мы такие, вот мы все, мы вот религиозные, у нас тысячелетняя история и там подобное. Можно защищать, понимаете, говорят, ну ты что, самая умная, там тысячелетнюю историю, значит, православную. Вы знаете, я просто посмотрела на плоды, вы знаете, православные, которые многие, и что, что она, вы сами лучше меня все знаете, историю этой России и так далее. Что они войны и убийства. Начиная как вот, война, она не начинается просто так. Она в семье, вот она, ни с того ни с сего семья рушится. Это война на уровне семьи. Война на уровне государства. А почему? Потому что вот эти, вот которые человеческие, вот эти великаны в голове, у одного одни мысли, у другого другие мысли. Но истина, она не может быть разносторонней, она одна. Это вот одна узкая дорога. И Господь Иисус говорит, я путь, я истинный. И вот идите по этому узкому пути. Потому что все остальное будет, вот этот человек так сказал, человек так сказал. Вы сами знаете, сколько вы начитывали житий святых, сколько противоречий, сколько непосвященному писанию. То есть, а где оно истинно, когда просто, вот в простоте, в чистоте ты стремишься, Господи, откройся. И он говорит, вот пятая, шестая, седьмая глава от Матфея. Вот это самое центральное, что мне Господь показал. Вот в этом все. Когда человек поймет дух Христов, смысл учения Иисуса Христа, что это учение, которое заключается в двух основных заповедях. Ну, вы знаете эти заповеди, да? И то есть, нужно проникнуться в каждый вот это вот, что Господь говорит, почему в мир не клянитесь вовсе. Что всякий, кто гневается напрасно, кто смотрит с вожделением то-то, то-то. И получается, что Господь настолько любит свое творение, но Он не любит вот этих грехов, которые мучают человека. И Он ждет, чтобы мы были чисты. А когда мы говорим, мы вот ходим в церковь каждое воскресенье, там еще что-то, часто исповедуемся, мы причащаемся, там вот туда-сюда бегаем, паломничество. А что у вас, почему у вас семьи рушатся? Почему вы не можете, вот, священнослужители, сплотить людей вокруг, да? Семьи хотя бы. То есть, это все цирк. Для меня это просто открылось, как цирк. Вот мы красиво оделись, мы красиво сказали речи, а то, что у вас внутри, не у вас, я имею в виду, а вообще, в этой системе нет единства, нет семейственности. То есть, Иисус, Он все-таки учил о семье, вот такой вот веры именно семейной, но большая семья христиан. А когда внутри у христиан столько разногласий, мощи, не мощи, там это начинается. Вы, ну, между собой, христиане, вы научитесь любить, помогать друг другу, да? Вот элементарно. Вот вот семья рушится, сплотитесь, вас это должно сплотить. Нет. Наоборот, все закрываются, прячутся по своим вот комуркам и все так далее. Одни вот, одно лицемерие. Вот просто. Ну, простите, можете, я так и все много говорю. Вот. И вы просто спросили, когда Вальтера дошла и так далее. И вот когда семья разрушилась, я не в отместку. Знаете, может, многие подумают, вот ты начала мстить правосланам и вот оставила православие, начала там в РПТ, МП не ходить и так далее. Я ходила, я продолжала ходить, я исповедалась, причащалась. Но внутри у меня уже этот, этот, росли противоречия. Противоречия в том, что, вот вы поймете, я уже это говорила, то, что, наверное, открытие 2017 года у меня было, что молиться нужно только живому Богу. Что нельзя молиться кому-то, кроме Господа. Потому что молитва – это привилегия только Богу, живому. А когда начинается вот это вот, помолюсь я этому за это, этому тому за это, ну, а зачем? То есть они же умерли. Они у Бога в покое находятся. Мы не знаем, где и как. Но вездесущность, которая может молитвы слышать, это только свойство Бога. И вот эти, почему сейчас вот это все много подняли масоны, это не в знаке глаза. Потому что враг, он, как вы сами говорили, во всем пытается подражать Господу. Он пытается тоже вездесущность свою под конец уже века, там, очертальными всякими сделать. Но он не сможет этого доделать до конца. А сами верующие едут сейчас и начинают вот эту привилегию Бога раздавать кому бы то ни было. То есть вот этот момент, и когда я просто находилась в православном храме на службе, я просто посмотрела еще вот духовно вот это. Вот ты пришел, а там начинают то тому молиться. Вот здесь стою, значит, тут у меня справа мощи выставили. Ну сейчас, конечно, кто мощам поклоняется, они вообще тут, наверное, они лопнут, я не знаю. Ну как можно? Вот чисто просто взяли святого человека, да, святой жизни человека, начали его там открывать кусочки от него. То есть это же нужно выкопать сначала. То есть это нужно дотронуться, это нужно поцеловать. То есть это зачем это все нужно? Зачем отвлекаетесь? Ну я не вам конкретно вообще, как бы вот этой системе. И я вот стою на службе, тут у меня мощи, люди целуют. Значит, я так, Господи, я стою, я не целую, но ты мне уже открыл, что это нельзя делать. Что мне делать? Я же не могу сейчас выйти и кричать всем, да? Ну то есть вот об этом. И вот эти противоречия, они начали накапливаться, и я начала историю о христианстве слушать. То есть историю христианства с первого века. То есть как вот это все шло-шло, и как смешивалась религия вместе с государством. Насколько это повлияло и так далее. И вот постепенно вот эти лекции о истории христианства, и особенно вот Вальтер Вейс, его фамилия. Я не знаю, какой он там чему принадлежит, меня это вообще не волнует. Меня волнует истина. Вот более-менее вот эти показали по фактам. То есть там вот факты, археологические расходки, Библия. Пожалуйста, все открыто. Сейчас все это можно изучать. И вот так шаг за шагом Господь дает своих людей. И я не знаю, как вот... Ну скажите, что хотите, потом еще, может, скажу, что... Понятно, что обидно. И что говорите, действительно тяжело было перенести. Вот у нас одна сестра, она переехала на родину. Свою, а это недалеко отсюда, 100 километров примерно, 120. Нина Жолнирова. Это ее родина. А они теперь уперлись, а там священник такой тупой-тупой. И там ходят всего человек шесть. А деревня достаточно большая, больше тысячи человек. И мы там были, и всего, кажется, два Евангелия на всю деревню нашли. А мы приехали туда 48 человек на восьми машинах. И раздавали Евангелие, ходили, людей звали. Там сильно была оппозиция. И там аж и священник, он не вышел, спрятался Чернодыров или Чернодаров вот тут как-то. Вывешал против нас афиши разные. Ну и не такие, все не такое где-то. Вот она переехала туда, ее в храм не пускают. Она об этом сказала епископу, сказала, ходи, ходи, сестра. Но дальше дело не двинулось. Наступила зима. А Евангелие к ней подошел и говорит, ты отрекись от Игнатия. Она говорит, как я отрекусь, я через него пришла в церковь. Я вообще Бога не знала. Она приезжает, тут причащается. Ее не пускают. Она стоит на улице, у ней протаивает до земли. И Валенка стоит, не прошевелится, там они молятся в храме. Она на улице молится, плачет и молится. Проходит год, второй, третий. Она так и стоит, ни под каким видом не пускают. Но она никуда не пошла, это ее коротенькая жизнь. А муж лежит совершенно немощный, больной. Она тоже могла бы сказать, а у нас вот тут баптистская община или мусульмания есть. Я могу туда пойти, но какой это выход? Смертельный. Тебе Бог дал душа испытания по силам, говорит, и сверхмеры не даст. Так, чтобы при увеличении ты могла перенести. Первое Коринфянам 10.13. Вот себе запиши, пожалуйста. Первое Коринфянам 10.13. И напиши, ко мне. Заучи. Выход один написано, не спеши уходить от господ твоих, когда тебя что-то пристанет. Не спеши. Все ошибаются где-то. Но если человек это не берет, он избирает только худшее. Лучшее еще никто не избрал. Никто за 2000 лет. И при том, это люди, закрывая глаза, говорят так. И после этого показано. Бог знает, какое дать тебе испытание. Человек попал в плен. Посадили в яму. И он сидит год, два, три, десять. Его мучают. Его прокалывают. Стоят там пик. Его так на саже даже через сердце проходит. И 29 лет его мучили. Пять царей за это время ушло. И он славит Бога. Это епископ Климент. Климент. И Бог сделал так, что его отпустили. И он только пришел, литургию стал совершать. В это время там у него был диакон Агафангел с ним сидел. И воин бьет его по шее, только на коже голова осталась. В 312 году. И мы в честь его назвали наш лагерь. Он был маленький, без отца матери остался. Отца там, кажется, два года было. А мать лет семь ему была. И она подруги своей, Софии, наказывала. Богатая была. Ты уж позаботься о нем. Голод был в Галате. Выбрасывали детей при дорогах. Они умирали. А он детей подбирал, семилетний ребенок. Приводил их. Поднимал на ноги и преподавал им крещение. Ну, священника вызывали где-то. Больше его написано. За всю историю мировую никто не пострадал. Но он никуда не пошел. Были еретики. А это проще всего. А тут плохо, а я пойду лучше. Для чего-то лучше, а для души хуже. Вот мы сейчас любой вопрос будем задавать. Я тебе буду пояснять по Писанию. Потому что не каждый сразу найдет где-то. Вот. Теперь этого нашли. А мне не важно, кто он. Как это не важно? Еретики. Еретики в ад прописаны. Ересь относится к плотским. К плотским грехам. Не только к духовным. Написано. Никакой там ереси исполнен. Блуда. Это все через запятую идет. С еретиками никакого общения не имеют. И только первое, второе обличение. А дальше отойди. Ибо он погиб. Он погиб. Никак. Но мы считаем об этом 3.10. Послание к Титу. Будущий самый осужден. Так он хорошо живет. Там много их в аду хороших. Ни один еретик в рай не войдет. Вот нужно себе сказать. Почему? А в этом нет раскаяния. Блудник может раскаяться. А еретик нет. Он не может свою жизнь перечеркнуть. А я вот не знал. А теперь стал открыться. И он видит недостатки там, где был. Но не видит там, где есть. Вот этот адвентист. 1800. Можно сказать? Вот сразу, Гнатихович, раз вы об этом говорите. А что значит еретик? То есть по-вашему? Это не по-моему надо. Это не по-моему. А как слово Божие говорит? Моего нету. Я православный. Мне ничего не надо выдумывать. Мне надо готовое взять. Сесть за один стол с мучениками. А их ни худа, ни мало было православных. Это 475 тысяч. В первые три века. Гнатихович, мучеников всегда много. И мусульман есть мученики. Что Священное Писание говорит по ереси? Что такое ересь? Я сейчас говорю о том, что такое ересь. Ересь – это то учение, которое не сходится с церковным. Вопреки Писанию. Вот есть школа. Это называется ересь. Здесь секта. Школа переводится еще. А здесь смотрят. А в это время появляется слово православное. Хотя оно возникло уже в апостольских правилах. Показать, как правильно славить Бога. Первые семь веков ушли на то, чтобы доказать, что существует Святая Троица. Не три Бога, а един Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. На сии три суть едино. Это нам кажется, готовое мы взяли. Что интересно. Вот у сектантов, у еретиков, самые близкие к православию – это баптисты. У них правильное учение о Троице. Они признают душу. Признают, что есть ад. А вот которого вы слушаете, Вальтер, он не признает у человека души ему, что таракан, что собака, что человек. Ты в такую беду влипла сейчас. Тебе просто не знаю, как помочь. Внимательно слушай сейчас. Сейчас потихоньку. Что еретик. Это первый вопрос нужно задать. Кто он? Он будет крутить и вертеть. Почему? Змей. В траве шуршит, но не показывается. А он открылся. Открылся. Потому что я у адвентистов проповедовал. Они знали о православной, представляли. У них вот есть Заокская академия. И там Вадим Бутов, профессор. Мы с ним разговаривали. Я ему книгу подарил, второй том «Открытым оком». Я не просто знаю их, а близко знаю. Вот вызвали меня в Кемерово. Потом в Караганде пришлось. Так они вот стали готовить, очень внимательные такие. А вы чай пьете? Я говорю, нет. Это наркотик. Чай, кофе, какао. Они готовы на руках носить. А какое мясо едите? Дескать, свинину не едите? Я говорю, я вообще мяса никакого не ем. Я мгновенно открыл двери к ним. Они очень внимательные. И поэтому, когда стали беседовать, у них везде репродукторы стояли, я не знаю сколько, может часа четыре. Это важное дело. Волкославский там приехал в то время, главный у них был. Я к чему говорю? Потому что говорить будем про адвентистов седьмого дня. Вы там находитесь. Нет, нет. Нет, Игнать Тихонович, у меня совсем не поняли. Но я вас выслушал. Тогда говорите. Когда кончите, я потом начну. Не то, что... Игнать Тихонович. Вы не зацикливаетесь на Вальтере Вейсе. Я вам просто скажу, что мой путь похож путем Александра Андрусенко. У вас есть вот этот разговор, где вы говорите, что он вышел из динаминации. То есть не принадлежать никакой динаминации. Потому что это не спасает. Вы сами не любите это слово. Его потому что нет. Нету вот этого... Вот как вот сконцентрироваться, чтобы вам донести. Может люди какие услышат. Почему люди решили, что, например, без церкви нет спасения? Где это? Я знаю, что без Иисуса Христа нет спасения. При чем тут церковь? Юля, ты задала вопрос? Чтобы не уйти, сразу скажи вопрос. И дальше замолкни. Вопрос задавать требуется несколько секунд. 15 секунд, не больше. Что говорите? Я миссионер, не просто проповедник. Я вам отвечаю. Деяние апостолов 2.47. Запиши. А то без церкви это написано. Писание плохо знаешь. 2.47. Кружок сделай. Заучить наизусть. Вне церкви нет спасения. Господь прилагает только к церкви. А не так, мы где-то спасемся с Андрусенко, а другие нет. Не получится. Вы хотите... Затем вопрос не в этом. Нет, подожди. Почему на новом месте-то вам не дало силы-то это, чтобы промолчать? Я же слушаю. Говорите, хоть сейчас, я буду молчать. А вы меня на ходу прям сшибаете. Нехорошо это. Какой же это дух-то у вас тогда? Я спокойно могу слушать любого иеретика, пока он выдохнется. И вот здесь Андрусенко. Я спрашиваю, сколько сегодня разных иеретических направлений? Если не знаешь, себе запиши. 21 тысяча. 21 тысяча. Так теперь, почему они не в церкви? А вот почему. В церкви иконы. Иеретика можно узнать, у них икон нет. Вот это три пункта, запиши себе. Которые люди не в церкви, их легко определить только по трем пунктам. А их там 38. Тридцать восемь. Первое. Иконы – это идолы. Иконы и идолы. Это у всех одинаковые. Все до одного иеретика. 21 тысяча. Друг с другом не сообщаются, но у всех одинаковые. Второе. Вне церкви спасаться любой может. Лишь бы двое или трое, и там Христос. Даже считают неправильно. Не двое или трое. И не собрались, а собраны силой Духа Святого. Где? Во имя его, точно по Библии. И третье. Все верят, что тысяча лет на царство когда-то будет. Когда-то будет. А оно началось на Голгофе. Вот только три момента. Это я выделил, когда с ними беседую. Не один, не два. 55 лет. Так вот. Андрусенко говорит. А я ни к кому. Я говорю, так ты не один такой. Сегодня каждую неделю является, допустим, 250 новых течений. Каждый день. Почему? А я ни к кому. То есть вы организуете новая дырка в заблуждениях где-то. Вот баптисты, допустим, прямо могут показать. 1609 год. Адвентисты вот этот, к Вальтеру, к которому склонились, 1841 год. А почему они в баптистах не остались? Там, что я говорю, икон нету, ничего нету. Своё. Своё. А что адвентисты, к которому этому Вальтеру, он души не признаёт. А мне на разницы нету. Да из гнилого сосуда гнило эти счёт, миленькое. Он признаёт, я вот это не знаю, потому что, а как не о душе? Это всё вообще о душе и говорится. Вот смотрите, здесь-то вопрос в том, что, а почему, вот, например, вы, я не, вот, пожалуйста, только не понимаете, как там оскорбление вы или, я говорю именно о религии, что, например, воспринялись, что именно вы церковь. Почему? Где это вот вы решили, что вы церковь? С какого момента? Вопрос. Христос поставил. На семь камней я созижду церковь, и врата ада не одолеют её. Сектанты не знают, а что такое врата ада. Они ничего не знают. Это самые хорошие из них баптисты, запомните. Они отошли первые от православия. А вот эти Вальтеры, это уже от них отошли, от 27-го дня. От них отходят теперь свидетели Иеговы. Они предыдущее заблуждение все берут и добавляют свои. А эти все... Спроси Вальтера отдельно где-то, скажите, а ад есть, где мучаются души? Он скажет, нету ада. Ада нету. Есть. Есть, он сказал. Нет. Тогда говори, я послушаю. Нина Тихонович, вы Вальтера Вейса вообще хоть одну слушали лекцию? Вот, например, вот восьмую, которую называют «Семь печатей». Вот он конкретно об этом говорит. Почему столько разногласий? Потому что каждый начинал с того, что вот мне Господь открыл, и он начинает, закрылся, всё, религия, она закрывает человека, не даёт думать дальше. То есть всё, вот мы тебе сказали, мы тебе рамки поставили. А отношений с Иисусом, с Богом нет живых. Понимаете? То есть, а что значит отношения? Вам сказали, смотрите просто на практике. Утренние и вечерние правила. Ты не сможешь подойти к причастию, если ты не отчитаешь три канона последований, десять молитв, ещё утренние и вечерние правила. Ты не сможешь просто так подойти к Богу, если ты вот это, вот это не сделаешь. Понимаете, эта религия, это для мужчин. Это как будто вот выдумали, даже не просто мужчина, а люди, которые хотят управлять массами, понимаете, сознанием людей. А кто это хочет? Ну кто за их спинами стоит? То есть, это всё намного глубже. И то, что когда говорят, что, например, вне православных, мы только вот православные, или там, мы только католики, или ещё кто-то. Да нет такого. Когда мы придём к Господу, Он не будет смотреть, какой мы там принадлежали течению, ничего, как мы назывались. Потому что все эти названия, православные, католики и так далее, это человеческие, языческие вот эти выдумки. Потому что ты либо похож на Иисуса Христа, либо нет. Он узнает к тебе себя или нет. Понимаете? Вот в чём фишка-то основная. Насколько мы стяжали характер самого Господа. Терпение, воздержание, верность, благость, милосердие, кротость. То есть, насколько вот это в нас есть. Потому что, смотрите, какое противоречие. Мы кричим, я православный, я хожу в эту церковь, или в эту. Я вообще, вот мне даже, вот эти слова адвентисты, баптисты, мне вообще вот этих нету. Я знаю этих людей, я знаю, что это за люди, да? Но все мы люди. Нет у кого-то выше или ниже. У религии, у религиозников проблема большая в том, что один человек у них выше, другой ниже. О, там патриарх, а я вот там просто человек. Да мы все одинаковые. Вот вы, Игнат Тихонович, да, и я. И вот, за вас братцы, или патриархи. Все мы люди одинаковые. Мы все от Адама вышли. А что религиозники делают? Они начинают вот ставить вот эти свои регалии. Посмотрите, сколько они на себя навешали знаков. Вот эти, они постоянно охотятся какими-то медалями, названиями. Вот это почет человеческий. А Иисус, он как? Он скромный был. И вот это все от скромности. И когда ты с Господом, Он учит тебя быть скромным человеком, быть минималистом в материальном, меньше покупать. И больше духовность тебя настраивает. Какой у тебя характер? Вот посмотрите, пример вам просто на практике, что получается у нас в православии. Значит, вот у мужа, друг, у бывшего мужа, друг самый лучший бросает семью с четырьмя детьми, беременна четвертым ребенком. И это алтарник когда-то, да? Значит, уходит к любовнице. Ну, во-первых, мы с вами об этом, по-моему, говорили, я мужу тогда еще говорила. Понимаешь, очень опасно общаться с таким человеком. Общаясь с таким человеком, ты одобряешь его вот этот грех. И еще не знаю, как на наше семейство. Ну, так оно и сказало. Значит, что в результате дальше получается? Я этому человеку вопрос потом задаю. Вот послушай, вот тебя в таком состоянии, когда ты с любовницей уже живешь, вот это ты из четверых детей, он материально помогает им, но он их не воспитывает. Тебя причащает в таком состоянии? Вот священники наши православные причащают? Он написал, что после исповеди, да, причащают. И вот здесь, я думаю, Господи, у меня еще был вопрос такой, Господи, ну, вот я хожу, причащаюсь, а что за люди за мною чаши причащаются со мной или я с ними? И вот этот вопрос, когда я задала ему, у меня так, у меня картина просто вот, ну, там я не знаю, что случилось, и мне Господь просто показал, что это называется религиозная индульгенция. То есть когда, ну, ты давай, приходи на исповедь, мы тебе грехи отпустим, потом человек ушел, опять у него создается иллюзия спасения, я же принадлежу православным, но все же хорошо, я же к матери церкви, все в порядке, меня же спасает принадлежность какой-то динаминации, так, и так далее. Вы что, друзья, Иисус Господь, Бог Святой, Он Святой, Его основная, одна из основных характеристик – святость. Если человек в грехах, разве он может соприкоснуться со святостью? А вот что делают, значит, церкви у нас? Они как вот на этом, прокучиваются через инкубатор вот этих, так вот, на исповедь, на исповедь, они ничего друг о друге не знают, нет общности, нет семейственности, ничего не понимают, кто такие люди приходят. А вот этот человек, я думаю, знаете, его допустили к причастию свои же священники, которые его с детства знают, и это называется опять «рука руку моет, мы все друг другу знаем», это называется лицемерие, когда по лицу смотрят и начинают вот так, дорогой, значит, ну ладно, мы по любви, мы вот по любви тебя, все, Господь все простит, а какой ты, что ты, в чем живешь? То есть они, эти священники, себя губят, и этих людей губят, они должны как были? Они должны были обличить грешника и прекратить с ним общение, пока не покаяться. А почему так? Ну тут очень жестоко, он же полюбил ту женщину, подожди, а четверо детей, которые оставлены отцом, кем они воспитываются? Чужим дядей. Ну вы что творите вообще? И это только пример такой вот, и так далее и тому подобное, поэтому принадлежность, ну вообще ничем она будет спасать, принадлежность к православию, я вообще не говорю ни о адвентистах, мне это вообще не интересно, нет никакой принадлежности, еще раз, то есть ты что, какие ты дела делал в жизни? И опять же, вот смотрите, Инна Тихонович, вот у вас, например, какая загвоздка? То есть вы, наверное, более религиозный человек, план дел, то есть я буду делать и этим буду как бы спасаться. То есть вы делаете много, очень много делаете, знаете, постов, бдений, рано встаете, у вас очень много трудов в жизни. Мне кажется, что вы именно идете к Иисусу из-за дел. А я вижу, что сначала ты идешь к Иисусу, а потом дела, то есть святость это не путь ко Христу, Христос путь к святости. И вот на этом мы, мы когда, вы знаете, Игнатий Ильич, вы очень правильно в свое время моей душе, через вас Господь подсказал вот какую мысль, что есть два основных вопроса в жизни любого человека. Рожден ли ты свыше и ходишь ли ты в Духе Святом? Вот в этом все, не в динаминации, не кому ты принадлежишь, а вот в этом. Вот это вообще центр, и вы это разглядели. Но вы, Игнатий Ильич, поверили, преемственности Духа Святого, будто Духу Святому можно приказывать, где ему дышать. Вы поверили, что вот это рукоположение, было вот так прям рукоположение. А если исторически изучить, то это просто историческая сводка, кто за кем шел. То есть там и были прерывистые моменты. И у нас в современном мире есть такой пример, экземплярный пример, Герман Стерлик. Вы прекрасно знаете, что он говорит, что нет, епископы все, где этот епископ, не знала где. А вы посмотрите на его характер. То есть это человек, который также ждет Господь и Людель. Но его ошибка у Стерлига просто явно видно на чужих обычных людях. Потом уже, может, на себя посмотрим. Вот смотрите, он, значит, все Библия, да, там священная, но у него летописные своды. Я эти летописные... Сколько трудов он положил, и он поверил в летописные своды. У меня есть они. И вот знаете, я прочитала замечательную книгу, называется «Иудейская война Иосифа в плаве». На основании этой книги я начала дальше смотреть, что это за летописные своды у него. И я увидела, знаете, какую вещь? Что там дальше пошли субъективные монашеские вот эти писательки. То есть там вот начинается... То есть если Иосиф Плавий писал, что то-то, то-то было так-то, 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 то-то, то-то на стену залез, там, значит, вот эти открыли дверь, то дальше летописные своды пошли субъективные, то есть там исторические факты и субъективное мнение монаха. Откуда он это взял? В Священном Писании там начинается про Богородицу. У вас, Игнат Тихонович, просто, я не знаю, почему вы никак вот не можете вот отлепиться от своих религиозных вот этих вещей. Вы вот один из человек, который просто дал вот старт в моей жизни многим вещам. Например, псалтырь Богородицы, сожги его. Вы вот с бабушкой, имя забыла сейчас, не вспомню, у вас старенькая бабушка в деревне, помните, у вас видео есть вот такое, вы там, псалтырь Богородицы, она вот, я читаю, вы такой смотрите, говорит, это не нужно, это что? У вас есть к этому понимание, внутри вы это чувствуете, вы просто почему-то боитесь или я не знаю, почему признаться. Вы знаете, что нужно молиться только Богу Живому. И начинается опять же, мы Богородицу оставляем и молитвы святым оставляем и так далее. Зачем вообще это нужно? Если про молитвы святым, это вообще отдельный разговор о тем. Там же написано в Библии, что, помните, 1 Тимофея 2.5, что ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком, и человек Христос и Иисус. То есть, но зачем другие посредники? Они же не вездесущие и тому подобное. То есть, и когда ты молишься Господу Живому, вот тогда начинаются интересные вещи в твоей жизни происходить. Когда вы смотрите, вы сидите, а рядом с вами Иисус рядом, вы вот же верите в это, я надеюсь. Господь, Он в каждом, то есть, как это ты можешь Господь со всем человеком быть? Потому что у каждого человека своя история отношений с Иисусом, он всегда рядом, он всегда рядом и ждет. Когда человек наконец-то откроет ему себя, вот вы идете гулять, например, да, вы гуляете, а он рядом с вами, вы можете с ним разговаривать. То есть, это же простые отношения, вот она молитва, а не то, что вот, как попугать, вот эти утренние и вечерние правила. У меня был в свое время тоже ответ Господу, я готовилась к причастию, мне очень хотелось причаститься, ну, в наше православное, вот рядом в храме. Но, скажу так, просто, что сил у меня не хватало все это вычитать, потому что и дети, и так далее, ну, просто, а очень хочется причаститься. И вот так в духе, Господи, Ты знаешь, что хочу, но нету возможности. Вот я рискну, вот сколько смогла прочитать молитв, помолиться, столько успела, да, вот с этим и пойду. И у меня был сон ночью, я не просила никаких снов, ничего. У меня был очень серьезный сон, скажем, один из немногих в моей жизни. Если здесь можно, конечно, такое поделиться. То есть, я нахожусь вот в таком месте. На расстоянии где-то конца улицы, вот так вот, метр пятьсот, вижу семью мужа, то есть, вижу мужа своего, его родителей, семью, брата его. И вижу, что они как на курорте, гуляют, все хорошо у них. И я вот здесь смотрю, где я нахожусь, и смотрю, что везде все, как вот темно, вот как вот ночью, да, и там вечер, и везде молнии сверкают. И в духе, что все, Иисус идет, все второе пришествие, все сейчас уже грядет Господь, мы в последнее время попали, все. Вот, я, у меня внутри так быстро-быстро, значит, мне нужно до них добежать. Нет, надо домой добежать, там безопаснее. Нет, какая разница, все равно, нигде не спрячешься, не убежишь от пришествия. Так, подожди, забегаю в ближайший дом, хижина, ветхая-ветхая, захожу, там люди сидят, сидят и смотрят телевизор, такие расслабленные. Я забегаю, говорю, вы что делаете? Иисус идет, а вы телевизор смотрите, вы что делаете? Давайте быстро молиться. И мы достаём салтырь, начинаем по салтыре молиться, но они выключили телевизор, все. И бас, отключается свет. Не видно салтырей, не видно, что читать, почему молиться. И вот здесь начинается самое интересное. То, что у тебя в сердце накопилось, то ты и выливаешь, и пошла молитва, что Иисус мой Спаситель, Он намыл меня в своей драгоценной крови. И начинается вот это исповедование, освящение. Вот что человек, если накопил, вот что будет смотреть. То есть, и вот это ещё один момент. То есть, это был ответ на мои духовные вот эти переживания. А как же я пойду к причастию, только не вычту, да Богу эти вообще вычетки не нужны. Мне нужно посмотреть, что ты своим сердцем делаешь. Он очень внимательно-внимательно смотрит. На мысли человека смотрит. Потому что, если мы с грехами живём и думаем, ну, ничего страшного, там Бог простит. Сам себя человек... То есть, грех... Ещё вот есть такое учение, например, «Семь смертных грехов». Это же ложь. Это обман. Потому что любой грех смерти. Любой грех. Грех только может быть более тяжёлый или... То есть, есть тяжёлый камень, средний камень, мелкий камень. То есть, например, это на гневе хорошо видно. То есть, большой камень – ты убил человека. Средний камень – ты, например, обижаешься на человека. Ты начинаешь там с ним ссориться. Он тебя раздражает. У тебя голос, тон повышенный. Вы с ним постоянно ссоритесь. Есть мелкие камни. В голове они находят. Это мысли. Начинается... Ты ему улыбаешься, а внутри думаешь, «Хм, как бы тебе Господь отомстил бы, а? Отомстил бы». Хотя ты бы Христе должен... Господи, прости его. Открой ему истину. Он не понимает, что делает. Ты борешься со своим ветким человеком, который тебе говорит, «Давай, давай, ты должен отомстить». И новый человек. Он говорит, «Нет, Иисус пришел всех спасти. Всем хочет спасения. Но только человек может отвернуться от этого». То есть, вот эти вещи. И про Мину вы сказали тоже. Вчера только о ней, кстати, вспоминала. Что вот так вот с ней поступил человек. А не милость ли это Божье к ней? Может быть, мы это думаем, вот оно, испытание. Она у нас должна вот так себя вести. А может быть, Господь, наоборот, ее выводит, потому что сейчас интересные вещи стали происходить. Людей выходит из деноминации. Ощущение, что Господь выводит из деноминации людей. И вот насчет тоже последнего времени. Я честно верю, что мы вот попали как раз-таки в этот промежуток, в последнее время. Ну, если помните, я вам и отсылала вот это вот. Мне то, что открылось, насколько Господь. Если здесь позволите, то можно озвучить, да? Вопрос в том, что Матфея 24 глава, Господь говорит, что не приедет род сей. Что наблюдайте. Помните, там говорят, что смоковница мягкая становится. И вот людям бы прочитать иудейскую войну Иосифу Флавию. То, что происходило в 70-х годах. Когда Господь, Он об этом предсказал. Он сказал, что вот эти все события описаны Матфея 24-е. По феофилакту болгарскому мы читаем в толковании, что здесь именно говорится о разрушении Иерусалима и уже непосредственно перед вторым пришествием, что будет. Если мы увидим внимательно, не приедет род сей. То есть люди, которые родились в тот момент, когда Господь пророчествовал, плюс 70 лет. То есть эти люди, ащи 80 лет, застали разрушение Иерусалима, Израиля. Значит, в обратном порядке. Люди, которые застали восстановление Израиля, Иерусалима, это 1948 год, они же увидят Его пришествие Иисуса. То есть, начиная, вот, говорят, вы не можете знать даты, ни часа, вы не можете знать. Но промежуток мы можем знать. И сейчас все об этом кричит и говорит. С 2018 года по 2068 год что-то будет происходить, очень какие-то серьезные события. И мы с вами это еще увидим. Вот канал «Страш на стене» есть хороший, тоже очень много предупреждений. И все, понимаете, все кричит о том, что ты, человек, должен лично устанавливать отношения с Господом. Он живой, он всегда рядом. Не то, как тебе написали там где-то что-то. Вычетки. Они никому не нужны, эти вычетки. Как попугай. Вы сами говорили, сколько это, Господи, помилуй, 40 раз. Что они цирком занимаются? Ну, понимаете, то есть примерно, вот, так что мне вот это вот, то, что там динаминации, такие названия, это мне вообще никак не интересует. Вообще, то есть, это не спасает ни баптизм, ни православие, нет. Ты либо Христом с Иисусом, либо нет. Потом религиозники очень боятся произносить имя Иисуса. Они постоянно Христос, 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 это, а где Иисус? Где его имя? То есть, это тоже неспроста. И антихриста не за Христа примут. Вот. И то, что, под такую мысль тоже скажу, что вера, вера, есть два выбора, то есть, как верить. Либо вот исторически нам показали, например, вот сказали, вот вам путь, все вам разжевано, у вас есть догматы, каноны, только соблюдай, и ты спасешься. Мы тебе гарантируем. Ты вот только к нам принадлежи, у нас тут учения полные и там подобные. А есть другой путь, посложнее, потому что надо подумать. Есть такой момент, что, помните, по Афеофилакту болгарскому тоже толкование есть на этот момент, что если ты скажешь брату своему рака или дурак, или безумный, да, то ты подлежишь день огненным. То есть, это страшные слова. А Феофилак пишет, почему? Потому что разум – это дар Божий каждому человеку, чтобы он думал. И враг очень хочет отнять разум, затмить у человека. У грешников мирских это наркотики, алкоголь, блудная жизнь, ну, куча грехов, очень много вариантов. А как же тогда у людей избранных, которые все-таки что-то вот хотят к спасению, начинают думать? Ведь врагу, значит, надо подбраться со стороны веры и религии. Но веру он не может затронуть, только если ее исказить. Значит, надо исказить веру, превратить ее в религию, чтобы человек перестал думать. А почему вот, а почему такой канон? Мы вот когда читаем каноны, правила, там только проклятие. Я еще не понимаю, подожди, Господь, наоборот, учит и благословлять проклинающих. А там, да будет подклятвое, да будет подклятвое. Это что такое? А где Дух Христов вообще? Ну, то есть, и так, и тому подобное. Я очень много, может, говорю. Я, может, хотела, чтобы был диалог с вами. То есть, вот так. Но много, что есть с чем поделиться. Но у меня пожелание просто к людям, которые, если будут слушать, чтобы вы лично искали Бога, жаждали. Потому что без жажды вы не найдете никто Бога. Никто. Только искреннее и чистое сердце может вместить Духа Святого. Путь очищения и освящения. Желаю всем. Спасибо. Все, Гнастика, говорите. Так, все сказали? Много что есть еще сказать. Я хочу вас послушать. Тогда говорите, я буду слушать. А то меня перебиваете. Я ни на один вопрос не смог ответить. У вас очень воспаленный дух сейчас. Вы видите только то, что не согласуется лично с вашим мнением. И вы можете об этом говорить ни день, ни два, всю жизнь. И крышка хлопнет гроба, а оказалось только за себя отвечать. Не за награды епископские. Вы все собираете. Вы совершенно потерянный человек. И поэтому выслушать не можете. Вы тут же перебиваете. Какой же это дух-то в вас? Вот перед вами сейчас несколько преград, чтобы так себя не вести. В первую очередь, мы с вами не враги. Вы говорите, благодарите Бога, что-то от меня получили. Вторая преграда. Вы все должны время это помнить. Третье. Что вы идете совершенно незнакомым путем. У меня ни одного дня в жизни за 78 лет не было, чтобы я бросил православие и ушел. Дальше. Ни в знаниях вы не можете еще сказать, чтобы так много постигли. Ни в возрасте. И вы легко прерываете дальше свое. То есть у вас внутри это разрывается буквально. Миленькая, что же ты делаешь-то? Вот все собрала, все. Хорошо, знаешь, не судите, не судите. Осудили всю церковь с первого века. И сект столько, что не разберешься. У которых ни у кого нет икон. У которых ни у кого нет посредников. Только Богу, только Он истинно. Но друг друга не знают. Не хотят знать. Притом никому не пристали. То есть это совершенно непокоривый дух. Вы сколько раз сказали динаминации. Нет этого слова. Это сатана придумал. Их нет в Библии. Если вы по Библии, зачем вы включаете слова? Я не буду эти слова говорить-то. Ну, я говорю, на что? Динаминации, конфессии. Нет слов. Это дьявол придумал, чтобы закрыть слово ересь. С человеком встречаетесь? Не спрашивайте, какой динаминации. А спросите, какой ты ереси принадлежишь. Ереси. А ересь нигде не поминают. Сектанты о церкви вообще никак не говорят. Они думают, церковь, вот что увидел? Да увидел-то еще испорченным взглядом. Ты судишь внешне, а Бог судит внутренне. Спросили, а где церковь? Я указал. 2.47. Почитай. И по порядку. Не могла выдержать сама себя суди. Это вопреки Слово Божие. Церковь когда организована Христом? Когда создана? В Сионской горнице. В день Пятидесятницы. И Христос нигде не говорил, что люди все падут, все изменятся, все будут плохие, ордена не такие. А вот мы создадим новое. И новое в 21-м столетии. Все. А вот эти, которые никому нет, да никого нет, мы вместе собираемся, сто человек не могут собраться даже. Полностью учения церкви отвергли. А это не один, не одна тетушка сидела. Более полутора тысяч епископов. А, они такие. Нет, не такие. Они когда приходили на собор, смотри на меня. Вот так вот рука у него, дальше не может ничего сделать. Посмотри, Юля, на руку мою. А что, на раскаленный брусок руки брали, зажимали его. Его мучили. И в это время реформа началась. Это были мученики, исповедники. Я говорю, а почему вы не берете шесть посланий Игнатия Богоносца? А кто он такой? Это то дитя, которое Христос брал на руки и говорил, таковых из Царства Небесного. Почему я должен еретику верить, а не ему? Это епископ Антиохии. Его бросили на арену львам. У него шесть посланий. Нет, ничего не надо. Я только Библию. А Христос не сказал, что Библией все ограничится. Нет. Он поставил апостолов, пророков, а в третьих учителями. В третьих. А этого нет у сектантов вообще. Если златоуса не принимаешь, перед Вальтером склонишься. Роджерсы, Бакмелдеры, Грины, Хинни. Сейчас посмотрите, что делают эти беснующиеся харизматы. Она его на ошейнике ведет домой. Он идет и всю дорогу лает. Святой смех. Хохочет, часами сидят. Но любому ясно. Баптисты все говорят, видят, это одержимость буйная. И ничего нельзя сделать. А почему зашел дух? А вот его просто задайте, этот Серафиму Саровскому. Достигли такой святости, что у вас лица светятся, как у Моисея и у святого Серафима Саровского? Они разве это не видели, что вы говорите? Да. Господь сказал. Это будет. Было время. Пятый век наступил. Перестали верить в воскресение из мертвых. Семь отроков ефесских, когда Господь усыпил на 200 лет с лишним. А потом восстали, чтобы доказать. Было все. Я должен все это знать. Да. Вот этот человек, который, Вальтер, откуда вы черпаете знания удовлетворения, он душу не признает. Я говорю, а как? Ну, умер и все. А с чем отличается от коровы, от быка, от лошади? Ничем. Человек плоть. У него нету души? Нету, нету, нету. Я говорю, а как написано? Христос сошел, проповедовал в преисподней. А преисподняя – это земля. Я говорю, ада никакого нет. А как же мучается богач? Так это притча одна. Я говорю, а как же об этом написано в откровении? Огонь, день и ночь. А это только то. То есть неверие тысячу крат больше, чем у православных. Они ни к чему не пришли. Так они только пришли. Пришли. А там были и цари, мирские люди-то приходили, вылоты. Не обольщайтесь новинкой этой. Там ничего нету. Это дух заблуждения. Дух заблуждения, он всех раздирает. Вот в одной общине были. Отошли, и все по-разному. Я говорю, а кому ты? А вот мы сами никому не принадлежим. А там в Америке, в Австралии, везде сегодня это время наступило. Старые баптисты держались в Писании. А здесь Писания совсем не знают. Нету. И все обида. Адвентисты, насколько толком разбрелись? Писятики, насколько раскололись-то? Там не 50, много больше. А причина-то одна. Гордыня. А почему дьявол пал с неба? Чего ему там не хватало? А есть только одно место Писания, косвенно говорящее. Не ставьте молодых, Пресвятера говорит, чтобы он не подпал осуждению гордости с дьяволом. Зато вот указывает причину его. Тут любая женщина пророчествует и говорит, она не умолкает, не остановит ничего. А почему? Потому что выбилась из обоймы-то, они в другом месте находятся. А жена доучится в безмолвии. А вы заставляете всех молчать. И где вы будете, вам столько будет там открываться, и вы скажете, что такое? И выслушать не будут, там говорунья еще хрящий вас есть. Вот они зашли ко мне, мужчина. А женщина не может уйти. Я говорю, ну скажи, чтобы она молчала. А она криком кричит, ничего не может сделать. Слово ересь исчезло. А почему она исчезла-то? Она никуда не делась. Когда в Агафон стали его проверять, это он блудник, да, блудник заплакал и все. Сказали убийца, он духовно понимает. Когда сказали еретик, он вытер слезы, никогда не был, братья. Потому что там немощь природы, а здесь умышленный раскол от церкви отходит. Вне церкви нет спасения. О церкви вы совсем не говорите. Вы видели людей, я ничего не опровергаю. Я сам это вижу. Но выход один только. Я должен делать. Я должен быть у Христа хорошим работником. Не по-своему делать. И нигде Господь не сказал о том, что вот они поставлены, но они не еретики. Они находятся в церкви. Бросаются против рукоположения. Почему? Так это язва их. Без рукоположения церкви-то и нету. А где это известно? Восьмая глава Деяния апостолов. И не было. И за две тысячи лет никогда не было. Повторим, исторические, которые отдельно называются православие, католицизм, Григориан Армянский, копты и сирийцы. У них ни одного священника, женщины не было. А почему у Христа из двенадцати апостолов ни одной женщины не было? Ну, маленько это ответь. И дальше еще избирать семьдесят. И ни одной женщины нету. Значит, неравные. А вот нет ни одного посредника. А Павел искал посредников. То есть, знание у вас требует подправки еще. Да, как он умер, куда? А давай мы сейчас прочитаем. Внимательно. Записать надо будет в Священном Писании, в Библии. Так. Читаем послание к евреям. Двенадцатая глава. С двадцатого стиха. Хотя бы двадцать пятого. Двоеточие, а потом тире. Я буду читать по одному стиху, а вы толкуете, как понимаете. Но вы, верующим пишет, приступили к горе Сиону. Это куда они приступили? Писание разбирать, это нам позволено, исследуйте Писание. А разбирать чужих по косточкам запрещено. А у вас целый час об этом только и речи идет. То есть, они уже заразили полностью. А за это время у вас грехи были какие-то? Ну, нужно сказать, мне не до этого. У меня поле заросло терновником. Как третий ездер написано. И возвращаемся. Вы приступили к горе Сиону. Двадцатый стих. Объясняйте, что это за... И как приступили к горе Сиону? Где? Сейчас надо в контексте прочитать. Я... Ну, давай в контексте возьмем. Тут говорится. Не могли терпеть, что заповедано было двадцатый стих. Дальше столь ужасно было видение. Моисей сказал, я в страхе, в трепете. У вас страха нет, говорите. Никакого. Но вы приступили к горе Сиону. Сейчас мы по пунктам будем говорить. Не знаешь? Не бойся. Скажи, я не знаю. Приступили к горе Сиону. И заметьте, вот если вопрос сейчас... Вот эти стихи будете задавать? И Андрусенко, и другому. Вы все будете отвечать по-разному. Вы разные. Это до времени дьявола скучно сбивает, чтобы насмеяться. А святые отцы собирались. Не просто каждое свое мнение. Оно мнение, даже Сарафим Саровский говорит, когда я ошибался, Дух Святой покидал меня. Святые отцы сидели. И не просто они заняты были. У них детей не было. Они день и ночь занимались. Отдавали жизнь за это. Почему они так и называются? Золотые уста. Более плодовитого, чем золотого уста не было. И вдруг какой-то вальтер. У вас сейчас совершенно святых мужей никто вам не нужен. А всех еретиков будете подбирать. А мне разницы нет. Это плохо. Любую блевотину собирать будешь, ты не выживешь. Приступили к горе Сиону. Где? Если не отвечаешь, я скажу, не знаешь. Дальше. И к ограду Бога Живого. Бога с большой буквы. К ограду приступили. Вы приступили. Где подскажите? К какому граду Бога Живого? И вы приступили к нему или нет? Где этот город? Где? В Оренбурге? Пчелки там танцуют. Развратницы. К ограду Бога Живого. Запиши. Дальше. Запятая. К небесному Иерусалиму. А где он такой? Как приступили? Речь идет о живых людях. Они приступили. Павел точно знает. И впереди написано. В страхе и трепете Моисея был не тем ли более мы. Третий пункт. К небесному Иерусалиму. Где он? Из кого состоит? Юля, пожалуйста. Вот эти вопросы сама поставь. Если церковь основана с вас, то церкви не было. Это был не Христос, а обманщик. Он создал церковь. Сионской горницы и вторая часть. Доме Корнилия. Деяние 10 глава и 2 глава. Если церковь там, врата Ада не одолеет. А что врата Ада? Еретики. Вам ничего не сделать церковью. Она всеми святами будет гореть. Ничего не сделаешь. Вне церкви нет спасения. Повторяю, 2.47. Иначе Бог не прилагал спасаемых к церкви. Они бы вне церкви спасались. А без священца, без бископа нету. Это не оконченное дело. К титу он пишет. Не оконченное дело. Для того оставил, чтобы ты поставил присвятеров. А он пришел, а там уже стоят. Нет. Только через них. Без этих епископских рук Дух Святой не сходил. Нет. Они услышали, в Самаре люди обратились. А апостолы все в Иерусалиме. Сразу же командировали туда Петра и Иоанна. Они пришли, спросили, получили Духа Святого, а даже не слышали. А почему? Только Бог установил. Это Божье установление. Не надо вольнодумствовать. Дальше считаем. К небесному Иерусалиму тоже не знаем. И дальше приступили к тьмам ангелов. Слово тьма означает 10 тысяч. Или к множеству. Как приступили? Вопрос не отвечен. Вы можете рядом с вами, которые еретики, всех спрашивать. Этому Бальтеру задайте вопрос. Он отвечать не будет. Я их близко знаю, потому что. К тьмам ангелов. А потом... Так это посредники. Да, посредники, посредники. А то один посредник. Между Богом и человеком один. А между человеком и Богом тысячи посредников. Вы ведь даже этого не понимаете. А как это так? Ну вот подписывает акт о безоговорочной капитуляции. С советской стороны. Там маршалы собрались. Там и Рокоссовский. Кто только там не был. А с немецкой стороны только два человека. Которых и повесят. С одной стороны всего лишь двое. А с той стороны может две тысячи было. Со стороны Бога только Иисус посредник. А со стороны людей тысячи посредников. Вот мы считаем. И к тьмам ангелов. Запятая. И к торжествующему собору. К торжествующему собору. А кто такой торжествующий собор? Где мы к нему приступили? Как приступишь, когда ты не молишься им? Мы приступили. А каким путем? Один путь молитва. Они на небе. Мы руками не можем ухватиться за них. К торжествующему собору. И это еще не все. Это уже шестой пункт. И церкви первенцев. Написанных на небесах. Вот это да. Это торжествующие. Это отдельно. А сейчас церковь первенца. И приступить надо. Это к нам говорится. И к студии всех Богу. С большой буквы студии. Это уже девять. И к духам праведников, достигших совершенства. А где они духи-то? А и нет души никакой. Вальтер не верит в это. Что вы за ними, как какие-то собащенки тащитесь-то? Это еретики. Страшные еретики. И здесь к духам праведников. То есть души праведников, достигшие совершенства. Мы к ним приступили. И как? Молитвы. Пресно Девы Мария, моли Бога о нас. Святой апостол Павел, моли Бога о нас. Они живые. Они никуда не ушли. Они нас слышат. И они знают, что на земле делается. Они знают, что на земле делается. Скажут, а где это написано? Сейчас найдем. Это все скрывается. Первенцев, написанных на небесах. И к духам праведников, достигших совершенства. И к ходатай нового завета Иисусу. А вот это сектанты, еретики, люди не в церкви. Они все выбрасывают, а оставляют только вот это. Ходатай. О! И к крови крапления. Говорящие лучше, нежели Авелева. Хотя написано, кто отступил, будучи в церкви. Для него нет жертвы за грех. Нету. Но некое страшное ожидание огня готового пожрать противников. Как раз в этом послании 6 глава говорит. Для таких людей, которые от церкви отошли, нету жертвы Христа. Не надо на себя это... Да ее жертву вообще у сектантов нету. Христос говорит, ешьте плоть моя, кровь. Они в это не верят. В крещении грехи прощаются. У них не прощаются. Почему? А они безблагодатные. Скажешь, а где известно, что... Давай еще откроем откровение. Пожалуйста, откройте. 9 глава, 6 стих. Откровение. Считайте. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвовником души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. Так, подождите, я сейчас посмотрю. Маленечко, сейчас я гляну, тут мне плохо видно. А это вот 6 глава, 6 глава, 9 стих, 6-9. Откровение 6-9. Считайте. Прочитал. Прочитайте. Ну еще раз, прочитайте. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвовником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Так, теперь посмотрим. Это святые или нет? Конечно. Святые. И дальше читаем. То есть они точно знают, что палачи получают пенсию, и их никто не покарал. И они говорят к Богу, живые, убиенные под жертвенником любви. И возопили громким голосом, говоря, что? Да как так они просят? Они просят пстить? Да какие же они святые после этого, когда врагам надо прощать? Вам ни один сектант, еретих, этого не будет объяснять. Они не знают, они лжецы. А потом, Господь не сказал им, что вы попали сюда, сами грешники, молитесь против врагов, что Бог отомстил им. Да коли не мстишь. И одиннадцатый стих читаем. И даны были каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнить число. Ну, значит, мы в это верим. Они говорят, владыка им отвечает, они знают, что на земле они не отомщены. А впереди мы прочитали, приступили к ним. Вот откуда церковь взяла с первого века молиться святым достигших совершенства. Это духи праведников. А так, по-сектантски, умер, больше никому молиться. Они правильно делают, что они молятся, потому что они не ретик, царство небесное не попадает. Им молиться-то некому. Им некому молиться. Они могут только обольщать и указывать на недостатки. Но никогда не скажут, что они в церкви. Они никогда не скажут, что они лгут. А почему? А вот посмотрим. У нас есть толкование. Вы хорошо сделали, что ссылались на блаженного фифилакта. Если не будете на него ссылаться, вы будете ссылаться на вальтер и на других. Я перечислять могу вам их много по именам. А почему? Да потому что Христос говорит, я с вами во все дни до скончания века. Во все дни. Повторим. Во все. В следующий тверг, пятница, суббота до скончания века. А вот которые отдельно вышли из церкви, которые отдельно собираются где-то. Они-то понимают все по-другому. А если ваше правильное, то там неправильно. А если неправда, Духа Святого не было. Не было, не было Христа. Это не Христос обманщик. Вы понимаете, какое вы бахахульство-то делаете. Если вы правильно понимаете, баптисты правильно, все по-разному. То, я говорю, назовите в первом веке, кто так понимал. Ни одного. Во втором, в третьем, четвертом, пятом, десятом. Ни одного. А Христос говорит, во все дни. Вот норма какая. А вы, ну я хорошо называю, Иринея Леонский, Поликав Смирский. Это все люди, которых казнили. Это мученики Христовы. На все вопросы, ответы церковь дала. А возьмите Иероним Стридонский. Вы Иеронима Стридонского хоть почитайте немного. Он написал книгу, ну книгу, как сказать, по нашему, большая брошюра. О нравственности священства. Вот у нас, у православных, самый посчитаемый анзотоуст. А у западной части церкви, ну у католиков-то, Иероним Стридонский. В 320 году он только умер-то. Когда он написал это анраственное священство, язычники от руки переписывали его трактат. От него все друзья отвернулись. Он стал говорить, а вот епископы, они там разные, у них там по ноге висят, эти палочки в руках. Там этим блудникам грехи отпускают. Он анраственное священство изнутри церкви видел. От него все отвернулись. «Ты, мать, церковь раздел!» Они любят это, говорят священники. И что? Мы ни одного из них не знаем. Одного-двух, может быть, знают только историки. А его имя звучит во всей вселенной. Он не боялся показать недостатки. Но недостатки не послужили тому, чтобы он ушел из церкви. Он перевел на латинский язык Библию. Тридцать лет потратил в Вифлеемской пещере. Сестра. Тридцать лет. И чем он занимался? Он просил помощи у всех, чтобы молитвы поддержали. Чтобы самый таинственный смысл с еврейского перевести на талантинский. У него старый еврей помогал ему эти слова подыскивать, точно передать. Вот как дело-то было. А какие святые? Ну, я вам по порядку перечисляю их. Это люди, которые умрили за Христа. И не один, а вот, допустим, казнят в то время было Георгия Победоносца. А с ним 70 человек. Они стали говорить, 470 уверовало. Вот мы считаем житие святой Ирины. От ее проповеди 150 тысяч обратилось. 150 тысяч человек. Кто обратился? И все понимали по-православному. Другого учения не было. Иритики они прямо так назывались. Стариане, нестариане. И родоначальники, как правило, были вчерашние священники, епископы и патриархи. Это не какая-то там кухарка придумала. Или я вот сторож и пищник. Нет. Ну, а церкви не шагу. Вне церкви эта церковь корабль. Без него ты утонешь. Неужели ты на лучинке, на своей... Я так думаю. Да зачем тебе это думать, когда эти слова-то уже истолкованы. Вот я поясняю. К духам праведников как? Ни один сектант не берется толковать. Они в страхе отшатываются. Значит, есть посредники? Да. Слово Божие доказывает. И мы это видим. А что душа есть? Ну, как Иаков говорит, с печалью сойду в преисподнюю к сыну моему Иосифу. Он не боится сказать этого. А почему? А знает, что Христос проповедовал. Где? Первое Петра и второе 4-6. Прямо поясняет. Для того и мертвым было благовествуемо. Церковь все истолковала. Не быть православным – это значит не иметь истинного священства, которому дано право отпускать грехи. А он такому блуднику отпускает. Да ничего там не отпускается. Он вне церкви тот человек. Не надо это, говорит, подо мной лавочку-то толкать все. Определенно и четко сказано. Если не искренне и отступать не думать, ничего нету. Нету. Если пьет себя осуждение. Зачем говорить о том, что церковь не учила? Вы видите то, что перед глазами, а Бог видит другое. Мы видим кающегося. Нет, мы видим согрешающего. А кающегося мы не видим. И в житиях святых неоднократно на это указывается. Вы сказали, вот нужно прочитать каноны к причастию. Но если ничего не показывать, то ничего и не будет. Это и в школе, и везде урок дается. И человек как-то тянется. А чтобы сесть за хлебом считать книги, да вы ни одного ученика не найдете. А что исполняете? Правильно сказано, не всегда. А это и не требуется. Не мог, значит не мог. Надо знать, что это хорошо. Тогда и поста не надо. Не надо, все для плоти широко. Я вот, который знаю, баптисты ушли. Да они не православные. Да, у них не такое. Но на одной скамейке сидят три жены от всех, дети от одного. От проповедника. И приспитивно домой на машине увозят. Фамилия Толстенко Сергей. Три, три жены. К чему он ушел? К чему он лучше стал иметь? Нет, конечно. Я говорю, а что ты оставил первое? Это Люба-то какая замечательная. У тебя девять ребятишек от нее. А она меня к себе не допускала. Да как допускать, когда девятеро уже она не просыхает? От второе, от третьей. Я к примеру говорю. Так что вы ни к чему лучшему-то даже внешне не пришли. Но вы уже вне церкви. И поэтому прощения ни от кого получить. Господь говорит, кому простить и проститься. Кто? Это власть. Духа Святого примите. А этим он не говорил, примите еретикам. То едино, здесь все разное. Да будет едино. А какой там дух, который все разделяет? Что это за дух? А вы как смотрите католиков? Церковь. Со множеством заблуждений церковь. Но каждый понесет свою вину. И будет судим в соответствии на тому, что делал в жизни. Доброе или худое. Второе, Коринфянам 5.10. И поэтому не надо ни на кого смотреть. Когда глаза-то сатана затмил, я себя не вижу. Я себя как гляну, а кто я такой? Да какая моя жизнь-то? Да Господи, прости ты меня грешного. Я куда-то умом-то полез не туда уже. А они ответят за себя. Но я с ним начинаю беседовать, его Господь душу тронул. Вот этот ходил, ходил по разным сектам. Вот зайдешь, и наше... Выдешь, Тропко Евгений. Еврей. Один раз встретились, и он сейчас принял крещение. Я в православии был, говорит, я такой радости нигде не испытывал. Пасху встречал нигде, это на Илеонской горе, в монастыре Марии Магдалины. Я показал на них. Это люди новые, которые приходят из сект. Они, мы, говорит, полностью все потеряли. Никакой радости, ничего нет. Все по-разному понимают. Остановись на этом. Андрусенко я хорошо знаю, замечательный человек, прекрасный. Ну вот там епископ что-то сказал, его не так поняли, а он очень жертвенный. Ну, молодец. Не выдержал. И тогда вся правда твоя, куда она пойдет? А для меня, кажется, он просто придуряется. Человек с толькими добродетелями, а теперь куда он пойдет? Он у нас был, крещение принимал. Я его знаю тоже не понаслышке. А почему? А я спрошу теперь, ты ежедневно 7 раз был на молитве? 7-кратно в день прославляю тебя. Я показываю тебе, смотри, вот она в руках. Это три святые, 100 поклонов. И таких заходов не менее 7. У тебя, вот это, что говоришь, у тебя даже мысли не придет. Да за кем я буду смотреть? Да если бы была кроткая, смиренная, может, все по-другому было бы. Прости меня, Господи. Вот твоя молитва какая должна быть. Какую печаль Сергею-то этому парализованному принесла? Что там делается-то? Вы не знаете, вы посмотрите. Ну, я посмотрел там, с кем вы общаетесь и прочее. Не приведи Господь. Вы даже доли малые, проценты не получили то, что имели. А, там молодец по вас погладит. Это не так. Вот я вам доказываю. Запишите эти места. Да, записали. А теперь врата не одолеют ее. Запишите. А теперь Иоанна, где он говорит, кому простить и проститься. У них ничего нет. Вот мы стоим, приехали баптисты на автобусе к нам, к Потеряевку, нынче, там я выставлял. Я говорю, вы крещение принимаете? Дом молитвы. Я говорю, у вас дом молитвы? Дом молитвы. Да нет, он один только во всей Вселенной. Во всей Вселенной. Это молитвенный дом. Они не делают различия. Молитвенный дом – это их синагога. А дом молитвы, где приносится жертва. У них этого нет. Я говорю, вот вы сейчас разломнили хлеб. Я у них присутствую. Баптисты я три года проповедовал. Ты не был баптистом. Меня представляют как православным. Скажите, вы что сейчас преломляли? Хлеб. А ели что? Хлеб. А недостойно что означает? Ну, не рассуждая. Ну, такие есть, да, есть. А почему виной против тела будет? То есть у них нет ничего. А пресвитер говорит. Ну, если вы так понимаете, вон, показал у нас Покровский собор, идите туда. А он, который спросил его, Василия Толстенко, он сын пресвитера. А дочка, у нее отец дьякон, тут же за капитрой. Он говорит, Наташа, вставай, пошли. И он сейчас священником. У баптистов это самое близкое, самое правильное. У них этого нет. Таинства нет, жизни нет. Кто не будет есть плоти, сына человеческого, не будет иметь жизни. У них жизни нет. Вы увидите заблуждение там, не просто тьма, а кромешная, безразмерная тьма. Все верят, еще это старство когда-то будет. Это обольщение. Дескать, страдать мы не будем. Церковь восхитится. Хотя написано плевело и пшеница до жатвы. А жатва кончина века. Толковать вообще ничего не надо. А почему? Затмение. Злоба отняла разум. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Исидор Пилосиот. У нас есть на кого опереться. И если это так, то выход какой? Только один. Прости, Господи, прости. Господь прощает. Только не в ереси, только не вне церкви. Тут покаяние есть. Я говорю, а как крещение вам? Для чего? Ну, обещание Бога, дуробной совести. Ну, а прощаются грехи или нет? Притом, заметьте, все до одного одинаково понимают. Почему? Научение. Сами-то не ищут. Поста не надо, креста не надо, пояса не надо. То есть даже внешне показана женщина без платка. Даже мусульманки ни одной такой не увидишь-то. Даже против мусульман-то никуда не годятся. Жены-то молчат. Попробуй, будет она молчать. Чего смеяться-то, говорит? Это я говорю про баптистов, не православных. Ну, и вот теперь мы дальше разговариваем. Я говорю, а в крещении-то грехи прощаются? Как так? В покаянии. Я говорю, считаем. 2.38. Деяния апостолов. Что нам делать, мужи и братья? Покайтесь. Запятая. И докрестится каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов. Он слышит и не видит. Он зашибер, называется задвижка, задвинутый. Он запакованный. Я говорю, повтори. И для прощения грехов. Крещение. Ну, покаялись для прощения грехов. Я говорю, написано, покайтесь. Запятая. Он не может прочитать. Я говорю, в крещении грехи омываются. Да вы что? Да вы что православное придумываете? В покаянии. Саввел покаялся на дороге в Дамаск. А к нему приходит через три дня епископ Анания и говорит, что ты медлишь. 22.16. Встань, крестись и омой грехи твои. Омой грехи твои. А ты говоришь, ну да, он покаялся, Бог простил. Он не понимает, они одержимые. Вот под этого духа сейчас попадает каждый, кто уходит из церкви. Он не может быть другим. Потому что незанятый дом, он берет всем злейше. А злейше он только выискивает всякую грязь где-то. А ты не смотри на это. Как в житиях говорится, крестился мальчик, а с бабушкой пошли когда в храм. А баба говорит, вот этот батюшка, отец Василий тебя крестил. Он говорит, нет. Вон он связанный лежит под скамейкой. А меня такие светлые крестили. То есть в глазах божьих это по-другому. Бог берет уста и делает как хочет. А человек негодный. А как так? Не знаю как. Не знаю. Многие скажут в тот день, не твоим ли именем чудеса совершали, а скажут, никогда не знал вас. Итак, церковь. Вне церкви, вне корабля нет спасения. И разглагольствует совершенно не о чем. Надо только учиться плакать. Вот на тех словах, которые говорили, я отвечаю местописание. Вы ни одного места не отвечаете, нигде не показываете. А почему? А я сектантом знаю. А они не показывают. Он пляшет, а Библия лежит. Они не понимают ничего. Одно слово Божие только. Самые главные грехи какие? Самыми главными грехами сатана подошел ко Христу. Первое. И дальше начинает. Второе. Третье. Авторитет. Считай, что первое. Хлебы предложить, сбросить его. Живые помощи считает сатана. А православные думают, а просчитают сатана. И боится. Он не боится. Он на крест сверху залезет. А чего он боится? Живущей святости. Живой. Он не сможет. Как считаем мы там в житиях святых. Из одного выгоняют там оверки. А демон кричит. А куда я пойду? Он раскрыл рот и говорит. Лезь в меня. Он как ошпаренный выскочил и исчез приисподней. Вот не боялись сказать этого. Так у нас сколько? Только в житиях биографии 1173. У сектантов ни одной. Да и быть не может. Он еретик. Вне церкви. Да. Я говорю, а ты считал хоть один раз? Нет. Вот к нам заходят знакомые баптисты. Зайдем в храм. Хор хороший поет. Ну, собор. Метрополия. И зашли баптисты. Там человек 7. Только крутятся непрерывно. Ну, не крутись. Постой. 15 минут поставили. Сейчас вот архиерей будет говорить пропоть. Они не могут стоять. Они бесноватые. Ну, вышли. Я говорю, а что не могли? Не знаю. Что-то прям так тошно стало. Прямо затошнило меня. А вот другой говорит. Гристо побледнело. Я говорю, пойдемте ко мне на дом. У меня форточки открыты. Пришли. Я говорю, притчу о 10 девах. Знаете? О, тут нас не поймаешь. Мы знаем. Я говорю, толкуйте. Совершенно не могут растолковать. А что такое крик? А что такое елей? Что такое полночь? По порядку каждое слово. Ни одного слова не могут растолковать. Когда я растолковал, я говорю, теперь понятно? Я говорю, у Златоуста написано так. А можно услышать? Я открываю книгу Златоустов. 5 минут прослушали, у меня иконы. Начинают крутить головой налево-направо. Я говорю, ну, послушайте до конца. А когда он будет говорить? Ну, сейчас говорит он. Это величайший проповедник. Они так и не могли дослушать. Вот тут и открывается. А так они очень хорошие. Молодежь. Не какие-то есть отделенные баптисты, совет церквей. Которые... У них 130 человек арестовали. 30 примерно не вернулись. Даже 150, кажется, арестовано было. Знаете, 62-го года. А они не исповедуют. Да нет. Ну, каждый себя исповедует. И все-таки стали исповедовать. Стали исповедовать молодежь. Они ужаснулись. У них добрачные связи. Они во грехе живут, утопают. А над православными изгалялись. Православный? Да, он грешник. Он не понимает. Расскажи ему. Священники ответят, что Библия спрятана была. Мы об этом говорим. И сегодня везде уже и купели, строят и Библии. Вот сейчас уже не один миллион по благословению патриарха изданы. Бесплатно раздаем. Бесплатно. Крупным таким жирным шрифтом написано. Четыре Евангелия. Вот так. Пожалуйста. Игнатикович, у меня к вам один вопрос. Чем вы спасаетесь? Что ваше спасение? В чем оно заключается? Вот этот вопрос задали апостол Петру. И он ответил. Я сейчас только читал. 2.38. День апостола. Покайтесь. Что нам делать? Как спастись? Ответ дан. Знать только где. Покайтесь. Я покаялся. Это видно было не день. И через два, в этот же вечер, 27 сентября 1962 года, в 17.00, в доме Баптисты Петсятники. Там впервые мне дали в руки Евангелие. Я у них не был ни одного дня еретиком. Нет. Я только через борт переступил, на корабль подъехал. И сразу стал свидетельствовать о Христе. Сразу пришлось из работы выгнать и везде меня. Все. Покаяние. Второе. И докрестится каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов. Правильно. Троекратное. Апостольское. Пятьдесят правое. И третье. И третье определенно говорит. И получит дар Святого Духа. А еще как. Кто следует за мной, что отвергнет себя. Возьми крест, следуй за мной. Это то же самое. Вот что для меня главное. Мой Христос и кровь Его святая, омывшая меня. И стопроцентная отдача Ему на служение. Ни с чем не считается. Тюрьмы и лагеря позади. Меня ни один ни разу нигде не попрекнул. А вот ты пошел и то-то что-то. Что я мог, все положил на алтарь Господа. А остальное Бог рассмотрит. И все это, что я сделал, только по благодати. И что это? Да ничто. Ничто. А все благодать. Ну, смотрите. Вы признаете, что спасение только через Иисуса Христа? Только так. Он сказал. Кровь Иисуса Христа защищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1,7. То есть другого пути нет? Только Иисус Христос? Нет другого пути. Но только в церкви. Христос глава. Каласинам 1,18. А церковь тело. Вы голову не отрывайте. Тело, тело церковь. А церковь основана там, но не через тысячу лет. Здесь никакие имена не помогут. Церковь Он основал. И в этой, где вы находитесь, вы должны быть в единодушии со всеми, которые шли до этого. До этого. Но Господь говорит же, я приготовил церковь святую и непорочную. Правильно? То есть, спасти не только для непорочных святых людей. Но если вы утверждаете, что только православие, а только так церковь, значит, давайте на плоды посмотрим. Но вы же тоже знаете это все. Не в церкви, остановись. Сказала, в церкви, а плоды. Да мусульман лучшие плоды. Как они подвязаются, как они умирают, как они подрывают себя, не боятся. Наши в подметки не годятся. У нас в седьмом классе уже не найдешь. А они на букву, говорят, вторая буква алфавита называется. Уже в седьмом классе. А у них до самой смерти, она знает, она верная была. Сто процентная девственность сохраняется. Но она не в церкви. Церковь Бог основал. Вы не отрывайте от этого. Праведные плоды в церкви, а которые неправедные, он не в церкви, он только чистится, его нету там. Церковь святая непорочная. Никуда от этого не отходите. Только в церкви. А вне церкви тогда ничего и нету. Считайте, 1,18 колоссиным. Это тело его. А зачем же Христову голову отрубать? Церковь – это невеста Христова, правильно? Так написано. И мы знаем, что есть разные переводы. Вы признаете синодальный сам лучшим. И также, если мы... Я не знаю, по-моему, греческого. Церковь – это экклессия. Правильно же? Экклессия. То есть, невеста, собрание. То есть, а что значит церковь? Понимаете, вот у вас свое представление, да, церковь. У меня свое представление. У людей немножко различается. Вот мы как с вами будем договариваться? Мы с вами никогда не договоримся, потому что у нас разные представления, разный опыт, видение, да? То есть, в моем понимании, церковь – это членство в небесной семье. Она имеет духовное понимание. А не просто, вот я физически пришел вот сюда в воскресенье. Или в субботу. Но это же как вот... А если вы говорите «таинство», да, вот что церковь, что нам дает «таинство». Ну, хорошо. Давайте посмотрим, в самом главном «таинстве» начнем с причащения, да? То есть, кто такие левиты были? У вас был звонок там с христалюбцем, вы там не очень поговорили с ним хорошо, или он с вами, это уже вам там смотреть. Мой просто взгляд, что очень как-то агрессивно разговаривали. Просто вопрос был о священстве. И я не увидела ответа конкретного. И с его стороны тоже немножко направление. Гораздо проще можно было это увидеть, о священстве. То есть, и у Александра Андрюсенко тоже к вам был вопрос о священстве. Но если же все так сложно, это же не может простой человек так все понять. Ведь все просто. Вот смотрите, мы же знаем историю левиток. Что они делали, левиты? Они приносили жертву за грех народам. Правильно? Вы же понимаете, к чему я иду. То есть, левиты им десятины уплачивали. И тому подобное. Они сосредотачивали служение, за грех народа приносили жертву. Так если Иисус Христос уже все сделал один раз на Голгофе, все, левиты закончились. Эти жертвы за грех народа закончились, потому что она была заменена одной жертвой святой. А что получается вот в этих религиозных системах? Они себя возомнили, что они дальше левиты. Они продолжают эти жертвы делать. А жертва же была один раз сделана. Что тогда на литургии происходит? Лиля, остановись маленько. Ты входишь туда, откуда выхода нет. Я чтец, имею право ходить в алтарь. Я даже не захожу физически. Вы берете самое таинственное и женским языком молотите. Вас Бог на месте просто оторвет, говорит, вам голову. Зачем вам рисковать собой? Святым прямо показано было. А почему? А Христос дает тело мое, а сам еще не умирал даже. Как тело? Вы не мыслите человеческим бабьим умом, умишком. Написано, говорит, и победили дьявола кровью его. А еще вселенная не была создана. На небе борьба была, читайте 12 глава Откровения. И кровью Агнца. Какого Агнца, когда ничего нет? А уже борьба на небе была кровью Агнца. А вы мыслите по-плоцки, по-сектански. Церковь так установила. Это заповедь Христова, и на этом все. Я за всю жизнь ни разу, нигде не спорил с католиками, с грино-армянами. Нигде это церковь. Я могу только наклонить голову и благословиться. У вас благоговения нет. Вы сейчас возомнили о себе, и вы уже епископ и первосвященник. Блевотина эта сектанская, это наглоталась. А зачем тебе это все нужно? Женщина в алтарь глядеть должна была. Когда Василий Велик видел, что смотрит женщина, сказал перегородку поставить. А вы судите о том, что никогда не видели, не знаете. Видите, святые, в начале которых сомневаться, им прямо показано было. Один раз, один раз навсегда. А литургия повторяется бесконечно. А почему? Я один раз покаялся, ежедневно каемся многократно. Ну нельзя так это, как простофилия какой-то. Одно и то же повторяю, не знаешь о чем. Туда не заглядывай даже. А как троица может быть? Что ты в свою черепушку-то вольешь ли туда? Как Августину было показано. Как три и один. И видит, мальчик сидит, раковина почерпнет в воду, подбежит, вылет в ямочку. А он, а что ты? Да я хочу океан вычерпать туда. Да разве можно? Он говорит, а как ты решил невместимое вместить в Бога? И вдруг исчезло все. Это видение. И блаженный Августин понял, куда я залез. Вот языком-то говоришь, совсем не думаешь-то. Я в жизни никогда даже... Оборони, Господи. Как это можно говорить о том, что недопустимо, причем ангелы трепещут, а ты языком, человеческим, бабьим умом, убойся Бога. Ты говори о том, что мне делать, как воспитать детей правильно. Как правильно попытаться так мужа вернуть, может быть, или церковь вернуться-то? Ты теперь никуда-то там не лезь туда, тем более уже в алтарь уже зашла. Что ты делаешь-то? Ты разве такой была? Ты дерзость там получила, ты тогда была страдающая. А теперь, теперь и священник, и муж твой, Степа, теперь все говорят, вот правильно говорили, и вот заразу видно, тогда была она. Эту стерну не исправишь. Я знаю, как они говорить будут. А ты виду не подай. Кротко, смиренный покажи. Где твое смирение-то? Там запаху даже нету. Ты уже лезешь дальше, куда все, и награду за патриарха усыпилась, священник, как бешеная собака хватаешь. Что ты делаешь с собой? Кто тебя поставил? А вы не... Я говорю, что отступили от Слова Божия. Да, я мужчина. Я мужчина, у меня опыт. У меня другая жизнь была, чем у вас. И то я говорю так, чтобы Слово Божие приняли. Слово Божие. Я не себя выставляю. А это вы взяли, это все от кого-то наслушались. У вас это не было. Только думайте, и кажи, я самостоятельный. Нет, ты там где-то чужую блевотину со столов собирал все эти времена. А почему я к вам не мог зайти? Я сколько раз попытаюсь где-то. Отвечает муж. Вы ему передали или как свой арсенал-то? Я не мог никак дозвониться-то. Разве бы я вам не позвонил? А он отвечает. А я стараюсь лишнего слова не сказать. Меня в этом не упрекает даже. Я все время о вас молился. И что интересно, о вашем поведении я ничего не знал. И вдруг какой-то за один день вечером у меня сразу, я молюсь, допустим, парализованный Сергей, болящий, пьяница отдельно, путешествие какое-то. И отдельно у меня написаны люди-отступники. И вдруг я считаю из одного другого, вдруг у меня Юля. Я остановился. Какая Юля? И сразу кто-то долбанул ее туда, отправил по твоей фамилии. Я не знал ничего. Это первый день вашего отступничества. Мне Господь уже показал. И мне только слезы приходится проливать. А Андрусенко, он шалит. Ему ничего не сделать. Почему? Мы за него молимся. Мы молимся его. Повторяю, он редкой души человек. А вот не мог выдержать где-то. И пошел теперь туда. И теперь со всеми еретиками, со всеми целуется. Что он лучше-то не нашел? Но еретиком стал вне церкви. Надежды на спасение никакой нет. А вот мы тоже во Христе. Мы кроткие, смиренные. Вне церкви, повторяю. Вы одно слово запомните. Вне церкви нет спасения. Вне церкви нет спасения. Это целая книга Илариона Троицкого написанная. Это человек, который умер за Христа. А мы еще живем здесь, наслаждаемся, идем пим в Досталь и будем кого-то судить. Где 2.47? Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Не то, что которые отдельно были, уверовали в церковь. Нет. В церкви. А вне церкви ты никто. Мусор. Прах, возметаемый ветром. Остановись на этом. У вас больше сюда враг может не допустить. Не зайдешь ни разу. Я не могу к вам заходить. У меня все еще старый остается. Как он на меня наседал. Даже ролик не позволил поставить. Я не поставил. Послушался его. Нашу беседу со Степаном. А теперь ты обрадовала всех. Ты знаешь даже, как они говорят. Ну, маленько, то прикинь туда. Как они говорили. А вот туда пошла. Туда и дорога. Вы не знаете, какая она была. Теперь молодец, Степа, ты дождался наконец. Теперь ему могут разрешить жениться. Это не годится. Ты живая. Ты законная. Там может быть беззаконие. Это их дело. За них ни я, ни ты не отвечаешь. Я возвестил, ничего не скрыл. А если молчал? 3.18. Из Икииля. Он умрет. А его кровь я с тебя взыщу. Только за то, что ты молчал. Молчал. Из Икииля 3.18. Ты молчал, и я погублю тебя, Господь говорит. А где это написано? Иеремия 5.16. Прямо говорит. Господь говорит, я звал тебя, ты не отвечал. Я отвергну тебя. Я устал миловать. Устал миловать? Бог устал. Да он не устает. Устал миловать. Сколько можно тебя на руках нести? Как парализованная. Встань, встряхни с тебя эту немощь. Пойди в церковь. Покайся и ходи свободно. Сколько выполнишь? От церкви не шагуй. Нет спасения. Вне корабля нету. Это лучинка, на которой ты думаешь переплыть. Как Серафим Царовский говорит. С тобой там никого нету. Нету. И святых никого нету. Там может быть какой-то там Лев Толстой или кто-то. Но не святые. Мы в церкви. Так а меня, ты бы знала, милая, сколько меня долбит. Священники было и отлучали. Все прилучили на место. А сейчас Бог дал такого митрополита, приезжает. Без поцелуя не встретимся, не расстанемся. А до этого был, мне говорили, говорит, вот этот был Максим Дмитриев. Ни одного совещания ипархиального нету, что он вам не начал и вами не кончил. Мы поперек ему стоим. Хотя я его не трогал. И вот они начали, говорит, тут приезжал Дворкин. Ну и кто-то задал вопрос из органов. Они силовые структуры, там сотрудники КГБ, ФСБ. И говорят, а вот у вас тут Лапкин есть, как вы на него смотрите? Кто-то спросил. А Дворкин-то сразу. О, это такое там псевдоправославное. А этот стал там кто-то, полковник, подполковник. И говорит, а мы к Лапкину очень хорошо относимся. Он камень за пазухой никогда не держит. Он по нашему ведомству не один раз проходил. Я говорю, а вас вербовали? Вот верующий Греб, Якунин. Всех вербовали. А я говорю, меня не вербовали. А почему? Потому что первый допрос. Он меня допрашивает, а я его допрашиваю. Я ему свидетельствую о Христе. Начальник тюрьмы неоднократно меня вызывал, умер по-христиански. Следователь принял крещение. Это благодать Божья, благодать. Преизобильная. И жизнь дам, жизнь с избытком. Да меня как они толкли, как они меня позорили. Священник выходит и начинает, а вы знаете, у нас такой человек есть. И называет по имени и фамилии. А это запрещается. Он может говорить намеком как-то. Да вы знаете, вот то-то, то-то, он американскими деньгами закупил все средства массовой информации. Но обо мне три фильма поставили, государственные. Занялши первое место на международном киноконкурсе. Так это не моя заслуга-то. Это Бог сделал, меня там нету. Они этого не понимают. Они по себе равняют. Я ответить могу одно. Жив мой Бог, который избрал меня. Так я сказал, избрал, они там с ума сходят сейчас. Писание говорит об этом. Я знаю свое избрание. А как определить? Когда я был маленький. Я уже тогда знал в пять лет. У меня был страх Божий. Я молился и славил Бога. А Евангелие не знал. А Псалты на славянском языке заучивал. Пять лет. Я старался скрыться и отдельно молиться. В пять лет ребенка ты не заставишь молиться. В избрание здесь. И учитывая, что в 45 лет начальник детского лагеря, передо мной прошли тысячи детей. И я смотрел, в ком благодать трудится и как. Я такие могу рассказать истории удивительные, которые были именно со мной. По благодати Божией. Павел говорит, я более всех потрудился. Впрочем, не я, но благодать Божия. Я могу только одно сказать. Остановись на этом. Ни с кем не встречайся. Никуда. Только молись. Молись, и Господь вернет. Сейчас у вас помутнение разума. Сумасшествие. Самая настоящая одержимость бесовская. Ты никого не видишь. Никого, который в свете лучей Божьих. Суждения твои ложные, неправильные. Ты видишь только внешнее. А он не так делает. Не так делает. Найдутся люди, скажут. Для этого Андрей Кураев показал. Какое там голубое лобби. Вы слышали, что Андрей Кураев про меня сказал? Ну, давно, конечно. Ну, давно. Как он выделил? А Олег Синяев что обо мне сказал? А Каскун или этот Владимир Головин? Я ни с одним не разговаривал. Бог положил им на сердце это сказать. Нигде не лукавит. Ни одного слова лживого, чтобы не вышло из уст твоих. Вот в день, когда у тебя что-то там было, не знаю, я подумал, неужели совсем. Я на молитве разговариваю с Богом. Я от Бога стою, и потом Господи говорит, слушай, это раб твой. И мы стоим, все слушаем. Видел, как у нас поднятие рук молятся дети? Ну, видела, нет? Да. На наших занятиях. А в правоставе не принято. Не касается. В житиях святых везде написано, воздевайте мужей без гнева и сомнения руки. Мы молимся. Вы для меня не было дня, чтобы я вас не помнил. Я вот на этих руках несу вас. Сохрани тебя, дорогая Господь. Никому не присоединяйся. Забудь я хитвальтеров. Возьми, прочитай Ефрема Сирина. Молитву покаяния. Без слез не можешь считать. Их не прочитаешь. Его, когда спросили о страшном суде, он несколько дней не отвечал, а только плакал. У него, говорит, были под глазами борозды от слез. Для него было плакать, как для нас дышать. И какие слова он говорил. Я начитывал эти книги, поэтому могу говорить. Они в моем арсенале есть. Мы в церкви. Рядом и златоуст, и феофилакт, и толкование, и все. Куда пойти-то? А это плеваю. Ветер развеет, и ничего нет. Каждый день появляются десятки, не сотни, которые никакой ереси отдельно... Новую придумывают ересь. А я никому не принадлежу. Даже к ереси нельзя отнести. То есть это ниже намного, намного хуже. Середниками хоть какая-то система есть, а здесь нет. Кто понравится? Кому понравится, там я буду, к тому сапогу. Там лизать буду. Не годится. Церковь, да, меня гонят в церкви. Да, вот сейчас Бог дал послабление. Я объявление вывешивал о лагере когда... А семинаристам посылали, они писали ересь или срывали. А теперь, смотрите, мое объявление прям... Покровский собор главный, и на нем внутри, в этом, в прихожей, как ты заходишь, под колокольник, все лето висело объявление наше. Один епископ, митрополит, повернул все назад. И вы... Я говорю, вас нападают. Он вот так показал, вот так вот руки стучат рогами, чтобы я вас отлучил, то другое. Я говорю, чтобы нас не разлучили нигде. Мы молимся. Устремись в молитву. Господи, покажи, кто я и где я. Не надо смотреть на других. Я только о себе. Но я молюсь о патриархе, о каждом папе, Венедикте, Франциске. Каждый день молюсь. Мы молимся о Иссирии, о Украине. За Рамзана, за Дональда. Мы за всех каждый день молимся. Дай Бог Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное время. И поминаем всех отступников отдельно графа. Мы молимся, жаждем этой встречи с Богом и друг с другом в вечности у престола Божия. Но вне церкви там нет надежды ни на тысячную долю процента. Христос придет за церковью невесты, не за эритиками. Эритики – это злейшие враги врата ада. Они в ад толкают людей. Но врата ада не одолеют ее. Вот какое толкование дает Вселенская Церковь. Можно, да? Да. А отец-то у тебя где находится? Не рядом? Нет. Нет. Вы отдельно живете так, да? Да. А какие соседи у вас? Буйные? Ну, мы сейчас в доме живем. А раньше мы в квартире жили. А, ну, понятно. Ну, находи время и молись. Отойди от всех этих. Это как черная ночь для тебя была. Просто попроси у Бога прощения, а мы будем помогать. Молиться. Вне церкви никуда. Не присоединяйся, что ты назвала плохо, где, так оно и есть. Но Бог это допустил. И как было? Христос пришел к погибшим овцам Израиля, к погибшим. Но не сказал, идите к филисимлянам. Ни один никуда. И священство не отверг. И Каиафа в то время только предать. И сказал, лучше один умрет. И сказал, не сам, а будущий на тот год первосвященник. Он сказал, а это Бог сделал пророчеством, и оно исполнилось. Бог может ослицу сделать, заговорит. Ну, было, не подумал бабьему, мишкам своим. Все, Господи, прости. Без церкви ни шагу. И Александру Андрусенко напиши. Скажи, если я что-то говорила, повлияло не так. Ты прости меня. Я о тебе слышал много хороших слов. Ты не такой. Просто не мог перенести какого-то огорчения. Как и у вас. Оказались немужественные. Бог дал. Вот чуть потяжелее скопыльнулись. Терпи. Терпением вашим спасайте души ваши. Блаженны плачущие, а не смеющиеся. Горе смеющимся ныне. Ну, все, наверное, уже устало. Приходите. Я просто скажу, что Господь говорит, чаще радуйтесь, веселитесь. То есть, оплакать мы должны о своих грехах и от отступницы. Да, о своих грехах. Если вам сказали, кто вам сказал, что отступница, почему вы решили, что это Божий Дух сказал? Это тоже вопрос отдельный. А если так, то я отступила от сатаны. Это действительно, я отреклась от него. Плакать за себя от Бога. Вне Иисуса Христа нет спасения. Вне Иисуса нет спасения. А Христа вне церкви нет. Он с церковью. Он с церковью. Я принадлежу к церкви. Нет, это не церковь. Церковь Христом основана. Они те, которые отщепенцы вышли, раскольники там. А я церковь. А кто епископ? Никого нет. А без епископа церкви не было. Где вы решили, зачем епископы вы решили, что про епископы? Бог поставил так. Почему? Не надо щамкать здесь. Он поставил. Он. Бог установил это. Епископы руку положили. Епископы руку полагали дальше. А те их. В истории церкви. Можно спорить о том, что по-разному. Но что одинаково, там никто не спорил. Если одинаково мы не принимаем, значит это не церковь. Если бы Христа продали за 38 серебряников, это не Христос был бы. За 25 не Христос. Только за 30. Так и здесь. Без епископа нету церкви. Нету. Это юридический. Это говорил Данил Сусоев. Что легче всего победить церковь, убив всех епископов. Но это ложь. Мы поговорили. Все я сказал. Больше я не буду говорить. Я просто, может, последнее скажу. То, что насколько мне открыто, что нету динаминации. Как вы это слово говорите, что его нет. И этого слова нет. Нету православия. Вот смотрите, на чем основано православие. Если оно основано Иисусе Христе, на основании апостолов, то значит оно должно соответствовать своей жизнью. И учить так. Но оно не учит так практически. Единицы кто так учит. Что спасение в Иисусе. Что жить надо по Библии. А раньше в Библии не было. Люди не читали. Давай расставайся. Больше не надо. Опять она тоже заварщивает у нас. Не надо. Вот ты все кого-то видишь где-то туда, там в церкви. Смотри в себя. Суди себя. Что ты чужое? Сучки перебираешь, а свои бревна не видишь. Там лесопилка целая в глазах-то. У вас неправильное зрение. А вот они не так. Да я еще раз я не вижу. Меня ли в этом упрекать? Меня напирает. Да вы патриарха так поносили. Я не поносил, говорил правду. Больше, чем открыто, моих книг сегодня нигде нет. О всем, что делается. Но я везде вижу выход. Выход вижу. Я отдельно разбираю выступления патриарха. Из 60 вопросов, примерно 6 правильно только отвечают. Полный разбор делаю. Ко мне какие претензии? Поэтому, но я в церкви. А если бы он приехал в патриарх, самая большая честь была бы оказана по чину. Вы своим умом совсем ничего не понимаете. Не надо это говорить. Остановись, вернись в церковь и на этом все. Живи ты без мужа, раз он тебя не хочет. Живи одна. Не тремись замуж. Обязательно сатана подсунет мужичонка какого-то. У нас были такие. Не думай, что ты одна останешься. Ты такая видна из себя. И оправдают все дьявол. И тогда тебе рта раскрыть нельзя будет. А блудники, будут тебе лайки эти ставить. Вот молодец. Во! А твоя душа давно вот уже ушла. Только заботься себя, сохранить святость. Или принять мужа. Другого выхода нет. Ты с ним связана навсегда. Так, все, давай прощаться. Все, спаси Христос. С Богом, спаси Христос, что пришла. Будет нужна какая? Сначала напиши, чтобы я был. Я иногда бываю не здесь, не рядом. Чтобы я увидел, когда я буду свободен. Приходи на наши занятия. Я вот скинул уже вам. Господь усмотрит лучшее. Все, с Богом. Храни тебя Господь. Спасибо, Христос. Спасибо.